Всем привет! Моя специализация это строительный надзор. И вот на днях общался я с одним заказчиком по поводу качества отделочных работ на его квартире. Принимали мы пресс-финишные работы. Он оценил то, что в отделке и приемке работ существует огромное количество мелочей. Но при приемке все прошло гладко, акт подписали, денег мастерам заказчик заплатил. Однако по окончании приемки он рассказал интересную историю. Суть такая. У него несколько хороших знакомых и друзей живут в США. Одна семейная пара живет в Майами и занимается там каким-то бизнесом, что-то связанное с прокатом автомобилей. Как я понял, пара это не бедствует и подыскивает себе новое жилье. Подыскивая себе жилье, они между делом просматривают такие квартиры, которые купить они не смогут. Не могут себе их позволить. Ведут ценника. Но ездят. Посмотреть на дизайн, на мебель и на интересные идеи для своего нового жилища. Так вот, были они на просмотре одной квартиры в комплексе Porsche Design Tower. Есть такое здание в Майами. И были, мягко говоря, шокированы качеством отделки квартиры, ценник у которых имеет 6 нулей. Американских нулей. Я неоднократно слышал, что при отделке квартиры домов американские отделочники вообще не заморачиваются. Но за миллионы долларов в доме класса люкс, по моему мнению, качество должно каким-то быть. Не так ли? Поэтому решил я эту тему проверить. Слегка провентилировать, так сказать. Итак. Porsche Design Tower это относительно новый фешенебельный высотный комплекс класса люкс на первой линии океана в районе Сани Айлс Бич в Майами. Этот эксклюзивный высотный комплекс расположен на первой линии океана. Цилиндрическая 60-этажная башня построена по самым новейшим мировым технологиям и расположена на участке площади 2,2 акра на Коллинс Авеню у великолепного белого 400-футового пляжа на берегу Атлантики. Porsche Design Tower включает в себя всего 132 квартиры. Это огромные 3,4 и 5 спальные резиденции площадью от 355 квадратных метров до 1579 квадратных метров. Все квартиры в Porsche Tower оборудованы кухнями и ванными комнатами, самой современной техникой, а также системой умный дом. Здание полностью остеклено и отделано тонированными ураганоустойчивыми стеклами от пола до потолка. Из модерновых квартир открываются панорамные виды на Атлантический океан, заливы, город и Майами Бич. Этот комплекс имеет свою изюминку, а именно, с помощью специальных лифтов машины, на которых вы приехали, будут подниматься прямо в квартиру. После того, как хозяин квартиры подъезжает к дому, специальный робот перемещает автомобиль вместе с водителем в прозрачный лифт, который и доставит хозяина и машину на тот этаж, который требуется. Затем робот сам паркует машину, а хозяин квартиры перемещается в собственную гостиную за считанные секунды. Жильцы могут видеть свои автомобили, находясь в гостиной. Они находятся на виду. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Качество отделки. Нашел я информацию об этом здании, благо в интернете ее много, и вот что у меня получилось. Далее идет исключительно оценочное мнение автора. Начнем с террас. Обратим внимание на потолок. Здесь. И здесь. Далее потолки в самой квартире. Конечно, качество фото не фонтан, однако потолок имеет явные проблемы. А вот здесь. Мне кажется или явно имеются дефекты по окраске в виде неравномерности нанесенного покрытия. Какие-то пятна желтые. Далее потолок в коридоре. Может быть мне опять кажется, но у нас в России такое заставляют переделывать. Обратите внимание на линию сопряжения потолка и стены. Ну это же безобразие. А вот мелочь. В кавычках. На кухне. То ли не установили толком, то ли при мытье изменили положение. Однако и то и то я считаю недопустимым. Потому как либо мастер не обратил внимания и так оставил. Либо клининг постарался. Однако смесители, имеющие настолько высокий ценник, я полагаю, что на этой квартире иных нет, не могут так легко повреждаться. Как вам? А вот за такую отделку электрощита у нас спросили бы однозначно и особо. Как вам такой волнообразный вариант? А вот что случилось с дверью в квартире за 6 миллионов долларов? Убрать грязь для работников, которые делали ремонт, это видимо уже слишком. В квартире за 6 миллионов долларов двери, покрытые пленкой? Может быть, конечно, я ошибаюсь, но очень похоже. Или мне опять кажется? Ну и вишенка на торте это криво установленная розетка. В квартире за 454 миллиона рублей. Вот такая история. На этом у меня все. Спасибо за ваше время. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Если у вас есть что сказать, добро пожаловать в комментарии. А вам удачи и легких ремонтов. Давайте все-таки пообсуждаем качество отделки в квартире за 454 миллиона рублей. За просмотр подписывайтесь на канал. Здесь говорят о правильном ремонте. Удачи вам и огромного здоровья.